хочу поделиться с вами рецептом приготовления натурального мыла изолы мыло делается горячим способом сейчас я заметил очень много рецептов мыло большинство делается холодным способом например берут масло пальмовое это разводит натриевой щелочью получается мыло но это мыло в котором очень много щелочи лишний что для нашей кожи ну не совсем полезно а лучше всего если вы делаете мыло не для хозяйственных нужд для того чтобы помыться им лучше всего использовать мыло сделанное горячим способом вот об одном таком рецепте я вам сейчас расскажу кстати очень редкий рецепт а потому что обычно используют или клеевые мыло мы вода или в холодным способом или же ну например ядровое данный рецепт мыло глицериновое мыло и это рецепт полу ядрового мыла для того чтобы его сделать понадобится любой жир говяжий свиной бараний утины гуси и так далее а я использовал свиной жир взял сало растопил его обжарим взял этот жир налил его в турку но лучше конечно использовать что-то побольше да побольше объемы делать например кастрюлю и туда уже добавил еще щелок на том как сделать щелок я уже рассказывался в одном из своих видео можете посмотреть на подробно говорится об этом как вы сделать и по мере варки выпаривание воды каждым разом все нужно добавлять и добавлять и добавлять щелок вначале мы добавляем обычный щелок ну а потом уже крепкий щелок но как узнать какой щелок у меня как узнать крепость щелок а это можно сделать с помощью обычного куриного яйца на можем куриное яйцо и наливаем щелок если щелок крепкий яйцо всплывет если обычный щелок по крепость небольшой то яйцо будет на дне яйцо несколько раз пробовала чуть-чуть так всплывать наверх но на миллиметра 23 в конечном итоге все равно она остается на дне в данном случае как видно яйцо находится на дне это обычный обычный по крепости щелок не крепкий поэтому чтобы увеличить его крепость и добавлять в данном случае для варки мыло сюда надо добавить потаж я тоже уже рассказывал как его сделать можете посмотреть и когда крепость увеличится и со всплывает крепкий щелок нужен для того чтобы уменьшить время варки мыло то есть если мы будем варить мыло быть на обычном щелоке то понадобится ну ну примерно 10 часов ставки чтобы сварить мыло 10 часов ну как бы тяжеловато все это время ставить в этой плиты поэтому крепкий щелок уменьшает до время варки несколько раз далее добавляю щелок варя его конечном итоге у нас получается такая тягучая тягучая тягучий клей можно его назвать клеевая масса и его и мыло она красиво выглядит тянется и вот в этот момент когда можно сказать готова клеевое мыло надо сделать отсылку это добавить или щелочь или же моем случае это соль обычная соль натрий хлор после чего происходит расщепление мыло начинает такой вот такая вот видите да получается пена у меня получилось пена потому что я делаю глицериновое мыло вода полностью вся испарилась у меня остается только глицерин а да и клеевое мыло смешавшись у меня получается полу ядровое мыло на основе глицерина глицерин есть ним если же вы хотите сделать ядровое мыло в таком случае не надо чтобы вода испарилась тогда происходит отделение глицерин остается в воде но это говорится дальше да это уже как говорится другая история а но в нашем случае глицерин остался в мыле и теперь а нужно залить форму и спрессовать вот в данном случае у меня здесь покажу поближе как видно я залил два мыла два кусочка это мыло я сразу же спрессовал это же оставил на месяц то есть прошел месяц но это мыло который на дело сделано накаливая щелочи не на натриевый поэтому она полутвердая вот сверху если нажать остается отпечаток внизу она уже здесь подтверждит стала но она все равно еще мягкая и можно уже пользоваться но она мягковатое так сделано накаливающий луч ну и таким способом как я сейчас поэтому для этого рецепта нужна прессовка можно это будет сделать просто до обычными руками хорошо смять с использованием например воды до чтобы она так как мыло будет прилипать к рукам хорошо прилипает вот эти мягкие части особенно спрессовав уплотнив мы даем отстояться какое-то время после чего можно спокойно пользоваться вот здесь она уже затвердил немного покрепче стало потверже здесь пока еще мягковатое но пользоваться уже можно так покажу так вот сейчас покажу проверка когда его берешь она сразу начинает скользить скользкой становится и если честно очень приятно им пользоваться она такое приятное ощущение оставляет так как она глицериновое такое ощущение как будто такой то ли жир то ли что ну такое то ощущение от глицерина это как бы смягчающий кожу такие ощущения ну так она и на самом деле есть лицерин полезен для кожи и так его как бы смягчает еще так что спасибо за внимание пишите комментарии если будут какие-то вопросы или предложения рекомендую также посмотреть видео на канале как сделать бабушкин шампунь но вам желаю всего хорошего до скорых встреч